Привет, Сони. Томми! Как обжился на новом месте? Да-да, я понимаю, отлично райское место для комфортной РП игры. Надеюсь, ты уже ввел мой промокод. Ну, типа, этим сейчас все занима... Эй, слышь ты, кусок говна вонючего, ну быстро нафиг ввел все промокоды мои, иначе ты не будешь таким же богатым и успешным, как я, мать твою, и будешь таким же бомжом-отцом. Эй, Сони, я нахожусь в райском городке Вай-Сити, а сервер-то находится в Сан-Андрес, на ГТА-САМ. А меня-то не колышет, Томми! Быстро собрал манатки и переехал в Сан-Андрес! Нет, Сони. Путь слишком долго. Путь будет еще дольше, если ты будешь сидеть на месте! Да, я знаю, мы учились вместе, но я начну с твоего ануса, закончу твою семью, я, мать твою! Подожди, Сони. Я все понял. Я залегаюсь на Резоне, ГТА-САМ. Веду твой промокод хик на шестом левеле и получу 200 тысяч. Ой, как же долго я тебя лечил, Томми! Какой же ты все-таки малый и глуп! Ты же понимаешь, что если ты не ведешь его, ты не получишь только ждение, сколько у меня сейчас лежит на столе, сука, перед моим же носом! Ты еще маленький и глупый, мой мальчик. Маленький и глупый. Всем привет, ребята, с вами снова я, Хик, и в сегодняшнем видеоролике мы с вами узнаем, насколько ли сложны 6 звезд в ГТА Вай-Сити. Я уже делал подобный видосик в ГТА Сан-Андрес, там продержались более 10 минут. Мы также использовали байк, для того, чтобы это было хоть чуть-чуть реально, потому что вы сами знаете, что ГТА, вообще в серии игр ГТА, 5 звезд, это адская смесь. И спустя большое количество времени, то есть спустя лет 10, я решил вернуться в эту игру, потому что, когда я был молодым, еще здоровым, горячим, я считал, что это практически невозможно. Ну, вы сами понимаете, детский разум, все дела. Поэтому я решил попробовать, сколько же я смогу продержаться. Здесь в ГТА Вай-Сити очень сложные чит-коды, они очень огромные, поэтому дайте мне немножечко времени, я веду чит-код, и мы с вами начнем как-нибудь-то, блин, выкручиваться. Let's get it. 6 звезд. Итак, я выбираюсь из своего особняка на мотоке. Итак, погнали. Что же будет? Так, пока не вижу никаких трудностей. Есть полицейские. О, с шипами. Сразу же мне сходу кидают шипы в лицо. Танки. Виджиленты. Это самые опасные чуваки, которых я когда-либо видел. Да-да-да-да-да. Спасибо, Саньки Варимач, как говорится, за такой подгон, что меня сюда прям занесло. Виджиленты. Я все время боялся в детстве. Это было дико потно в то время. Сейчас. Не знаю. Ну да, они до сих пор остаются потными. Так-так-так. Блин, какие же копы здесь жесткие, правда. Это вам не какой-то ГТА Сан-Андрекс, где можно по переулочкам как-то хоть спастись. Хотя здесь, в принципе, тоже это работает, но... Сама суть в том, что... Ядрич, я звездочку подобрал, а это уже не честно. I kill you. Да, я тоже сейчас тебя убью. Падла ты, ментярская. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Даже на пяти звездок я вам скажу, что это... Нет, надо начинать сначала, потому что это уже не честно. Я подобрал звезду. What the fuck? Так, у нас тут новость, 6 звезд, дубль 2, погнали. Сейчас постараемся не брать звездочки все нафиг. А то это бред какой-то полный получается. Так, они уже там, они уже ждут меня. Буду ускоряться вот так. Так, танки. Танки, 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 что вы от меня хотите? Так, врезались, отлично, идиоты. Ха! Как бы ты здесь не ездил, тут везде будут присутствовать полицейские. Это вам не ГТА Сан-Андрекс, где только где-нибудь в переулочках. Господи. Вот, кстати, еще особенность. Фак! Быстрее беги, Томи! Особенность в том, что здесь полицейские ставят нормальные шипы. В отличие от Сан-Андрес. Той же самой. И, блин, пожалуйста, только не сейчас. Так, у меня теперь, блин, появился этот читах вместо Энерджи. Энерджи пропал, разумеется. Так, засекаем время. Оу! Я думал, что будут сквозь текстуры какие-нибудь, что ли. Эти тупые шипы. Но нет, слава богу. Так, так, они тут тоже быстрые. Хоть и читах не самый, блин, медленный спорткар в этой вселенной. Но, блин, повредите внимание, что... Какая-то обычная какая-то полицейская херня. Догоняет меня. Господи. Господи, еще эта камера непривычная. Ой-ой-ой! Ах да, еще, если вы врежетесь в танк, то все. Это похороны. Потому что здесь ты сразу взорвешься. Это вам не ГТА Сан-Андрес. Когда ты врежаешься в танки, у тебя все нормально с машиной. Ну, она просто дымится. Начинает дымиться, там много урона износится. А здесь сразу взрывается. Так что танки нужно максимально избегать. Опять звездочки. Да господи, что это такое-то. Вот так вот ее объеду. Почему я так везет на звезды? Я обычно их спам, но вообще никогда не знал. А теперь, когда мне это не нужно совсем, они попадаются на каждом шагу. Вот так, блин, всегда. Ой, коп кинул какие-то шипы вообще в океан. Не знаю, зачем мы пригодились. Видимо, хотел поймать акул. Вот, тот самый коп чейз. Need for speed underground incoming. Оп! Особенность такая, что здесь, в отличие от Сандреса... А, они стоят. Они просто почему-то не стреляют. Странно, почему? Я думаю, они здесь стоят, но... Воу-воу, уворачиваемся ото все. Отовсюду, ото всех. Шипы очень быстро летят. Мотовозы эти стоят. Я сквозь них. Отлично. Ну и все. Можно было, конечно, поотбиваться. Вот танки... Вот реально, особенность в том, что в GTA вообще, в серии GTA, танки не хотят стрелять из своих пушек. Вот не знаю почему. Для чего вот они им тогда нужны? Если они через них не хотят стрелять. Вот. И сколько бы этих модов всяких разных не было, которые прибавляют там дополнительные звезды, никто из мододелов реально не задумывается о том, что танки должны стрелять по персонажу. Так сказать, чем больше звезд, тем больше усложнений. Так вот. В GTA Сандрес, когда я снимал ролик, на Energy это было более-менее профитно. То есть на любых легковых машинах меня сразу же арестовывали. А здесь как-то я могу спокойненько перемещаться на той же самой читах и себя комфортно чувствовать. Мотовозы как будто меня и не видят. Они видят только меня. О, от Vigilento. Вот это уже серьезно. Это реально серьезные парни. Еще тут столбы. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Тоже, кстати, до последнего ждут выйду или я из машины. Vigilento тоже не лохи там сидят. Полиция, Vigilento. Вот. Дожидались, когда я выйду. Не знаю, может быть, просто в наглую. Поехать на военную базу. Хотя там эти бандосы, блин, стоят. Тоже неприятные чипы. Если они вдруг начнут вас стрелять, то это все. То это точно машина моя. Так, копы не блещут интеллектом. Вообще никак. Кстати, по поводу сборочки. Вот я и приплыл. Хотел только самым интересным рассказать вам, но... Господи, вот что это за тараны? Вот меня вот это бесило все время в I-City. Потому что этот таран... Не знаю, в какой скорости нужно обладать, чтобы вот так вот таранить читах и вообще что-либо. Что это за физика? Что вот это вот такое? Господи, кто-нибудь не может объяснить. Хотя, с другой стороны, это хорошо. Потому что если нет колес, пробивать-то и нечего. Я как раз таки направляюсь сейчас на военную базу. Ой, зря я так делаю. У меня иначе пути просто нет. Так, аккуратно. Я сейчас клево заманеврировал. Перед этим танком. Нет, всех сбиваю. Танк вообще насрать, разумеется. Ой-ой-ой, главное, чтобы в воду не улететь. Томми-то не умеет плавать. Все мы прекрасно знаем. Так, так, так. Я еще более-менее управляю нормальной читах, у которой нет вообще колес. Тачка-то в говне полностью вся. А других машин нет, кроме танков и мотовозов этих странных. Господи. Ладно, вот так вот объеду. Но. Но. На что мне менять сейчас? Я не знаю. Я просто выйду из машины, нафиг. Я должен отбиться от этих чуваков. Ага. Вот так вот. Спасибо. Офицеры. За долг службы. Перед ЮС. О, ВИГИЛЕНТО. Так, я могу их, в принципе, спереть сейчас. Если у меня получится. Ой-ой-ой. Отлично. А. Не убил? Какого черта, блин? Они очень жесткие. Какого фига? Они не умирают просто. Валим. Отлично. У меня снова читах. Без одного колеса. Да ничего страшного. Я и без четырех ездил нормально. Окей. О. У меня еще 200 хп. Да ёп. Твою богу душу, мать. Опять. Опять та же история. Опять четыре колеса. Опять я в говне. Мотовозы уже сейчас давят жестко. Не могу ничего с этим поделать. Колеса не едут. Впереди танк. Не хочу взорваться. Поэтому я буду как-то доджить его. Не знаю. Но нет. Он приедет на меня. Господи. И все. И все. На этом заканчивается. Заканчивается это видео. Вы сами понимаете, что. GTA San Andreas. И GTA Vice City. В принципе рядом не стоит. Когда у вас уровень розыска. Шесть. Здесь гораздо жестче условия. Чем тот же самый San Andreas. Танк изрывается с первого удара. Если вы вдруг нарветесь на танк. То все. Пиши пропало. И сколько я продержался. Минут 7, 8, 9. Надеюсь вам было интересно. Было интересно узнать. Каково это сейчас. Можете сами попробовать скачать GTA San Andreas. И GTA Vice City. И попробовать. Это. Сейчас. В 2019 году. Все. Всем пока. С вами был Хик. Всем хорошего настроения. Хорошего выходных.